Подъем, переворот, стойка, флажок. Покачевец Магомед Раджапов, ныне профессиональный боец ММА, мастер спорта по боксу и КМСник в пяти видах признается. Он самоучка в оркауте. С турником Магомед подружился в подростковом возрасте. Я понял, что она прибавляет в теле силу, мышцы увеличиваются. И вот так, короче, любовь пошла к турникам. Это сейчас за Покачевцем Магомедом Раджаповым не угнаться. И на турнике в том числе. Его личный рекорд, который зафиксирован на одном из соревнований, 89 подтягиваний за один подход. Сегодня любовь к турникам еще и действующий тренер Раджапов передает своим воспитанникам. Вместе на улице они тренировались этим летом. Благо, что в Покачах есть подобные комплексы. Годами люди занимаются. Но я все равно увидел разницу, чем он пришел, два раза подтягивался, а уходил от меня семь-восемь раз подтягивался. Но это тоже результат. Это всего лишь за месяц. Я очень рад, что именно на улицах появляются такие детские площадки, чтобы молодежь не гуляла просто по заборам или по заброшенным местам, а приходила на площадки и занимались, оставляли свои силы здесь. Я очень рад этому. Я думаю, если их наставить правильно, они более профессионально начнут заниматься этим. Сегодня в Покачах спортивные площадки с оборудованием для уличного фитнеса в шаговой доступности установлены по семи адресам. Из них три турниковых комплекса появились во дворах этим летом. К этому в прямом и переносном смысле приложили руки работники Лангипаско-Покачевского НПО-сервис. По просьбе администрации города Покачи наша организация НПО-сервис решила взяться за это дело и помочь городу. Обосновались новые турниковые комплексы различной модификации во дворах Комсомольской 6,4, Молодежной 9,7 и Поленина 6. Комплекс обширный, вплоть до маленьких детей можно будет, но опять-таки с соблюдением техники безопасности. Даже в процессе работы подходили также пожилые люди, выражали благодарность, что вот облагораживаем территорию. И сами хотят они посмотреть, может даже как-то потянуться что-то. И также молодежь подходила, спрашивала. Спортивное оборудование, которое устанавливали силами НПО-сервис, приобретено за счет средств Департамента физической культуры и спорта Югры. Сегодня стоит признать, что в Покачах общими усилиями создают горожанам комфортные условия для занятий массовой физкультурой, а эти доступные объекты и есть и предпосылки для вовлечения в ряды спортсменов, любителей, жителей разного возраста. В свою очередь местные поклонники воркаута надеются, что их тоже станет больше, и они преуспеют в упражнениях на турниках и брусьях. А также уличные гимнасты города смогут не только достойно представлять родные Покачи в соревнованиях по стритворкауту, но и впечатлить участников из других уголков России. Елена Вишкина, Рустам Салтукиев, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.